Вифлеем лежит в 18 километрах к югу от Иерусалима, в низине между холмов. В древности малое селение, теперь благодаря постоянному наплыву сюда со всех стран миропаломников, довольно значительный городок. Сообщение с ним автобусное. Вифлеем – древнейший город. Первое о нем упоминание в Библии мы встречаем в книге «Бытие» в 35 главе. «И умерла Рахиль и погребена на дороге в Вифрафу», то есть в Вифлеем. И Яков поставил над гробами ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. И действительно, место погребения Рахили, встречающейся по дороге в Вифлеем, чтится как иудеями, так и христианами до сегодняшнего дня. Первое значительное событие в священной истории избранного народа, происшедшее в Вифлееме, было помазание на царство Давида. Вот почему Вифлеем и называется городом Давидова. Следует отметить, что как Божья Матерь, так и Иосиф, обручник, оба были из рода Давида. Вот почему, когда мы читаем в Евангелии, вышло повеление от Кесара Августа сделать перепись по всей земле, то есть по всей Римской империи, каждый должен был пойти записываться в свой город. Дева Мария и Иосиф пошли в свой город, город Давидов, Вифлеем. Пока мы, паломники, ехали в удобном автобусе в Вифлеем, невольно вспоминалось евангельское повествование о том, как 1983 года назад, где-то недалеко от нашей шоссейной дороги, по тропинке, в холодную зимнюю пору, Святой Иосиф, обручник, вел осла, на котором сидела юная дева, которая вот-вот должна была родить. Он искал для нее убежище и по бедности своей не находил нигде. Пришлось им остановиться в пещере, и здесь, в убогом вертепе, воссиял свет миру, солнце правды, или, по еще одному церковному выражению, здесь произошло таинство странное и преславное. ПЕСНЯ Центром современного Вифлеема является базилика, построенная над местом Рождества Христова. Через низкую малую дверцу паломник входит с обширного двора в базилику с ее характерной для византийской архитектуры колоннадой. Напротив входа, в конце храма, виден богатый иконостас центрального греческого храма. На стенах храма лишь местами уцелела мозаика IV века, времен строительницы храма Святой Царицы Елены. Храм Рождества Христова единственный в Палестине, не потерпевший разрушений на протяжении всех 14 столетий, и лишь внешность его изменилась, приобретя вид крепости или замка. Сама святыня, пещера Рождества, Святой Вертеп, находится под алтарем храма, входы в которую справа и слева от алтаря. Правое крыло храма с правым спуском в Вертеп принадлежит православным. Левая сторона принадлежит армянам и неправославным сиридцам. ПЕСНЯ 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 Пещера Рождества, продолговатая и неглубокая, 12 метров длины и 4 ширины. Святой Вертеп посвящен только лампадами. Место Рождества под православным престолом обозначено серебряной звездой с надписью «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос». На этом месте мы, паломники, прочли отрывок из 2 главы Евангелия от Луки. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к верении Осирею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи. Из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Мариейю, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Песня. 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 который упасет народ мой Израилем. Прок Нихие, 5 глава, 2 стих. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и сей звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, лада и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. «Кто тебе принесем, Христианх? Кто тебе принесем, Христианх? Я, появился, если на земле, Я, по человеку на стране, Я, появился, если на земле, Я, по человеку на стране, Я, по残groろう Тебе, высшей спарень, Я, по поводу Тебе, высшей спарень, Я, по голосу тебе, высшей спарень, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok